салям алейкум братья и сестры сегодня буду говорить вам про солевой раствор субханаллах вчера я набрала ванную и в нее значит пол пачки соли это есть в пачке 400 грамм соли то 200 грамм вам вполне хватит а вот это получается не сильные не сильные раствор это нормально некоторые боятся ложится говорят сильный раствор нет очень легкий очень приятный даже на вкус когда вы на полную ванную 200 грамм соли насыпаете и стакан уксуса можно поверьте вреда от этого не будет только польза при этом джинны которые вселяются вас при порче при сглазах они боятся этого раствора но сначала значит на кухне в комнате вы на тазик с водой или в бутылку с водой начитывайте суры братья и сестры суры которые вы знаете по три раза или по пять раз суры которые вы знаете субханаллах в сурах очень большая сила и даже сами начитывая вы эту силу передаете воде значит читаем суры три раза или по семь раз можно три суры можно пять разных суд которую вы знаете и в конце мы дуем на эту воду после того как прочтете дуйте на на эту воду сув 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 это сунна братья и сестры вот такую воду я делаю потом заношу ее в ванную и добавляю добавляю в ту воду которая уже в ванной понимаете воду наполняем и воду из комнаты начитанную заносите в ванну и выливаете и получится у вас полная ванная начитанной воды субханаллах вся ванная примет структуру той воды которую вы начитали начитали сурами значит соль и можно уксус можно без уксуса но лучше если будет уксус если в ванной унитаз то лучше закрыть крышку и еще лучше если вы унитаз накроете полотенцем ковриком и братья и сестры в этой воде вы должны пролежать хотя бы 20 минут или больше у меня сестра одна она мне в отцапе писала что субханаллах у нее много лет бы были нарывы на ногах которые не могли никак зажить она носила обувь и эти нарывы раздражались а после двух ванн вот таких начитанных ванн у нее все прошло просто там розовая кожа если она вот сама бледная такая цвета то то место вот просто розовенькая видно что было рано раньше так получается это и для тела вашего полезно если у вас угри если у вас пятна на теле то субханаллах вот эта вода она исцеляет не только от джинов но и от физических проблем на коже вполне возможно что эти высыпания у вас от сглазов понимаете и убирая с глаз выводя с глаз конечно и проблемы с кожей тоже исчезает так вот я вчера набрала в ванную такую воду и только ноги смочила потому что вода только набиралась только ноги смочила и у меня дочка бежит из кухни и кричит мама мама там там черви там черви я значит бегу на кухню и она мне показывает шкаф по полке ползу черви маленькие черви как рисинки но ужасающе страшно они ползали рядом с прогнившим яйцом яйцо в скорлупе скорлупа и потрескавшиеся и даже непонятно это было сырое яйцо это было вареное яйцо она настолько воняло знаете я сначала не поняла я подумал что дети туда закинули и осталось детей спрашивать что это кто как вы могли и дети нет мама это не мы это не мы но у меня действительно дети не сделают такого у меня раз так в мозгу мысль неужели сахар потому что братья и сестры когда я очищаюсь из моих предыдущих видео вы можете посмотреть на меня серийную порчу делают и серийная порча это когда вот постоянно на тебе читают канала когда я очищаюсь когда я вырываю я всегда вырываю яичным белком сырой белок такая вязкая жидкость вот если объяснить вам простым языком с пенкой и мои соседи субханала находили рядом с нашим зданием где мы живем находили скорлупы яиц на котором были арабские письмена понимаете мне делают сахар постоянно на яйца хотела в ванную только ноги вот получается только ногами залезла и дочка бежит я потом полчаса кухню убирала конечно солевая ванна там осталось вот какая мощь и сила в этой воде в начитанной воде и у меня сестра из азербайджана сестра по религии когда она в ванной лежала она нашла три спички дома перевязанные нитью субханала спички в доме какой-то кусок жира какие-то узлы яйца булавки могут быть могут быть куклы могут быть амулеты какие-то перевязанные листочки бумаги перевязанные палочки спички иголки фотографии это все говорит о колдовстве в вашем доме на вашу семью если вы нашли три спички значит на троих человек три булавки на троих вы понимаете да спички которые перевязанные булавки перевязанные или закрученные в бумажку открывайте бумажки но руками конечно не трогать когда вы находите такие сомнительные вещи руками лучше не трогать начитываете воду братья и сестры также можно начитать соль значит смешиваете воду эту солью сувсувсувку да начитали и тогда этот амулет чтобы вы не нашли вы окунаете в эту воду полностью погружайте в эту воду и тогда сахар перестает действовать руками все это не трогаем можно трогать в перчатках когда обнаруживаете такой сахар обязательно окунаете в воду начитанную и тогда приходит облегчение тогда наступает облегчение сахар вы ликвидировали постоянно слушайте коран 40 дней если вы знаете что на вас кто-то читает тем более серийная 40 дней подряд слушаем коран потому что джин когда он уходит он обычно возвращается намеченное место приглядевшиеся тепленькое уже он обосновался поэтому они могут возвращаться вы должны поддерживать свое состояние свою свою связь с аллахом вы должны делать зыкры поминание аллаха делайте садака молитесь слушайте коран и иншалла придет вам облегчение изменения